Хм, добро пожаловать, друзья, на прохождение игры «Наследие Кайна. Кровавое знамение». С вами, как всегда, Доцент, и мы продолжаем выдвигаемся по кровавому особняку вампирскому к нашей цели. И... так, и мы попали в какие-то комнаты. В утробе того чёрного леса я нашёл нечто хуже преисподней. И... видение того, во что я превращаюсь. И часто мне приходится встречать сородичей, особенно столь молодых и глупых, как ты. Тем не менее, пей. Пей до дна и наслудись своим даром. Дарома? Ха! Вородор считал моё проклятие благословением. Что мы были богами, что смертные приносили нам в жертву свою кровь, чтобы мы могли наслаждаться нашими сверхъестественными способностями. И где-то в глубине своего нового «Я» я знал, что он был прав. Что грёзы смертные были молитвами, молитвами нам, мольбами разделить с ними нашу силу. Я размышлял об этом, пока опустившийся старый дурак разглагольствовал в своём прошлом. Вульгарный пересказ того, как он победил Малека, Сарафанского, и отомстил Кругу Девяти за поддержку Сарафан и Священной Войны за наши истребления. Малека, Сарафан и Священной Войны за наши истребления. Зовите псов! Пусть попируют на ваших трупах! Продолжение следует... Забив шестеро этих овец, я одолел их жалкого пастушка Малека. С тех пор наш род не вмешивался в дела скота, кроме как ради пищи. Кому же советую и тебе. Вмешательство в дела людей ни к чему хорошему нас не приведут. Сарабханские охоты на ведьм слишком утомительны, чтобы нам еще навлекать их на себя. Я ясно изъяснился Каина. Хорошо. Возьми это кольцо. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, оно призовет меня. Несмотря на твою юношескую заносчивость, ты меня забавляешь, Каина. Было бы очень жаль потерять тебя в бездне. А теперь поди прочь. Мой визит к Вородору лишь укрепил мою решимость. Хоть смертные были и не читая его силе, он пал перед лицом другого врага. Гедонизм погубил немало великих воинов. Так, я значит подобрал какую-то вещичку. Что же именно я подобрал? Магию или вещь? Вот что я подобрал. Лицо печатка Вородора. Ну давайте его... Так... Анти-тоцин. Энерджи-банк. Фонт оф пютресенс. Ээээ... Давайте вот этот вот. Так, повертев кольцо в руках, я понял, что оно было сработано из некого странного сплава, созданного из сломанных зубов, перемолотых и вымоченных в крови. А я не могу взять. Любопытно. Я его не могу взять. Так, снова возьмем тогда щит и будем двигаться дальше. Видимо, это сюжетная вещица. Здорово. Много интересных мест, которые можно исследовать. А это куда ведется? Ух, зараза. А-а-а, это та дверь закрылась, а эта открылась. Ну, все понятно. Получается, если я вернусь назад, то я не смогу вернуться через ту дверь, в которую вошел. Да. Это она и закрыта. Ну, окей. Вы честно на меня нападаете. Тела мы трогать не будем. Пусть себе висят. Ага. Ну, окей. А-а-а. То есть этим мечом их все-таки еще можно это... Любопыт... О-о-о. О-о-о. Ну, окей. Будем тогда все это выпивать. А то что-то как-то кровь медленно восполняется. Непозволительно медленно. И надо вот это вот добро как-то забрать. Ну-ка, может быть, туман? Ну-ка, может быть, туман? Туман мне не поможет здесь. А-а-а, так они открыты. Ну окей. Давайте-ка в волчье обличье обличье и побегаем осмотрим. Глядишь, что-нибудь полезное и интересное найдем. Но это я вернулся назад. Здесь как бы ловить нечего. Сейчас только заново с этими сражаться придется. Так. Во как. Это я типа обратно вернулся, да? Ну, давайте сохранимся. Окей. И я покинул это место с ясным осознанием того, в какое чудовище я превращусь, если позволят своему проклятию поглотить меня. И с союзником на будущее. Рубим деревья. Так, у нас путь ведет туда, ведет сюда. Тут, блин. Разгуляться есть куда. А это что тогда за место? А-а-а. Любопытно. Здесь у нас, значит, этот находится. Ну ладно. Окей, тогда двигаем вперед. Полный заряд магии, огромное количество крови. Все замечательно. Волчары. Ничего себе. А там че пес там делает? В правом нижнем углу. Срет что ли в кустах? Ну ладно. Триада собралась на вершине мира, Каин. Заговор с целью извратить землю и изменить мир. Север. Там ты найдешь отомщение. Ну окей. Ищем отомщение. Так, мне так надо тут прыгать. Похоже, что да. Похоже, что прыгать. Ну погнали на север. Можем, в принципе, побегать, поискать что-нибудь здесь. А вообще, я предлагаю сделать вот как. Мы сейчас побежим этой тропой. Исследуем вот этот вот закоулочек здесь. Потом свернем, спрыгнем на дорогу. Спустимся вниз. Потом пойдем наверх. Так, у меня вроде есть этот, который позволяет ломать. Позволяет ведь? А, нет, все проще. Надо просто подвигать. Отлично. Ядрить твоя налево. Это что еще такое? Ах, зараза. Значит, он это, бьется. Ну окей. Быть по сему. А, вот уже лета. Чучела атакуют. А это что? Какие странные штуки подбирают. Судя по тому, что диалога нету, видимо, я их уже подбирал до этого. Офигеть. Ха. Петухи заклюют до смерти. Ах ты, зараза. Слушайте, они какие-то это, прямо до конца летят. Ладно, там городок, сейчас мы восполним силы. Топорик в помощь. Да, этот путь ведет туда, ну теперь давайте глянем, что у нас здесь. Посмотрим, куда нас тут все заведет. Здорово, местные. Как вы это, принимаете гостей? Здешние места стали совсем холодными и суровыми. А севы испорчены, ветер колет. В жизни не видел худшей поры. Угу. Наш хмель пожрал долгоносик, да? Ха-ха-ха. Урожай погиб, милорд. Ну, давайте глянем, что здесь. О-о-о. Классно. Еще в комментариях написали, вернуться в кузницу духов, которая была в самом начале. Но... Что там я буду смотреть? Вроде я там единственная кузница духов, которая рядом с этим находится. А... Со столбами носга-то? Я вроде ее там несколько раз уже кровь сливал. Да не, несколько раз. Я уже довольно много раз сливал эту кровь, но так и не понимал, как работает система. Пока вот в предыдущей серии, наконец-то, более яно нам это не показали. Так. Ну, давайте будем смотреть. Ох ты. Красавица. Дай-ка я кровь вылакую. Противоядие. Сюрикенов очень много. Неизвестно даже, куда их девать. Но в теории, здесь в этой игре, можно сказать, есть, по сути, бесконечный запас для восстановления ресурсов. Рядом с колоннами носга-то. Постоянно респаунятся противники, которых легко замочить, пополнить кровь и, следовательно, рядом же пополнить припасы. А эти уже даже на меня не обращают внимания. Уже настолько на все забили. И дверь что-то не открывается. Ах я, в принципе, куда идти? В своих странствиях я много узнал о легенде Яноса Одрана. Здесь, в тихой пасторальной деревушке Уштенхайм, этот темный враг появился на свет. Янос охотился на здешних крестьян, пока его, наконец, не удалось поймать и казнить. Там, кстати, внизу что-то было. Сейчас мы вернемся и заберем. Да зачем мне столько противоядий? Погодите, что там в темноте? Сердце тьмы, походу. Круто, круто. Так. Волчары. Ну я все деревья рубить буду. Ох ты, чё ж такая агрессивная-то? А я говорил, не надо. Берут, прямо кидаются. Обалдеть, чё-то девки совсем оборзели. Мужики-то себе ходят, и ладно. А это прям вообще. Пощечину вампиру. Главное, пощечину. Очень круто. О. Так, ну сейчас этот, похоже, тоже. Себя поверят. Угу. Поверил. Всё, у вас теперь новый этот, трактирщик. Он мало сил охватился. Ну, ладно, валить мы народ здесь так особо не будем. Ибо незачем. Ну-с, и-с, погнали тогда. Вроде как бы всё осмотрел. Да. Погнали наверх. Больше здесь делать нечего. Так. Ага, дорога прямая. В пещеры. А это чё ещё такое? Блин, там дым пускают. Так, мне нужен огненный меч, чтобы я мог поджигать. Это чё ещё за фигня? Обалденно. Как вот с этим-то бороться? Вообще пофиг. Так, где там противоядие? Обалдеть просто. Вот это меня это потрепало. Ну чё? Деревушка, конечно, хорошая, но... А что делать? Я надышался паров. Вся кровушка на них сошла. Так, надо чем-нибудь таким. А то сейчас подожгу ещё. Приступаем. Так сказать, к массовому испиву. Ну, вроде пойдёт. Блин, а как тогда с этой-то фигнёй бороться-то? На дымку пускают, а я вообще ничего сделать не могу. Неужели надо щит на себя колдовать? Так, я возьму огненный меч. Так. Бедняга исказила до неузнаваемости. Только представить, что когда-то он был человеком. Чё-то не понял. Ладно. Эта тёмная магия порождала такие странные существа. Твари, бывшие наполовину насекомыми и наполовину млекопитающими. Человеческие туловища, присоединённые к мерзости из плоти. Каким бы извращённым это ни было, я не мог не высветиться находчивостью их создателей. Так, вот какая-то медуза. А, ещё и траванули меня. Какая красота. Ещё и травят. Эти твари ещё и отравляют. С ума сойти. Ооо, так. Так. Ага. Всё. Всё. Ну, тут, я полагаю, есть нечто интересное, и это надо исследовать. Неспроста. Кровь и пух, чё так сладостно? Подойди и спи её у нас. Твоя магическая энергия восстанавливается быстрее, ибо наша кровь укрепляет. Спасибо. О. Тик. Блин, я опять отравился, да чтоб тебя. Ё-моё. Сплошные отравления. Это что ещё за хрень? Ну, я... Я уж на секунду подумал, что огонь огонь не берёт, собственно. Но не тут-то было. А у меня вот в форме тумана, я смогу проскочить здесь? Раскочил. Раскочил. Забрал. Так. Ха-ха-ха-ха-ха. Я так понял, я здесь никак не смогу пройти, да? Водилата. О, или смогу. Чёрт, а ведь я мог, по сути, их попробовать, это? Ах, ну хотя бы узнали, что туман всё-таки над лавой не перемещается. Правда, с кровью беда. Прямо лютая. Бесконечность. Не предел. Ох, зараза, а. Вот теперь-то мне не сладко будет. Всю кровь растерял. Всю кровь. Да. Может быть... Может быть, хотя бы тебя испить? А-а-а-а, вы ещё и зелёные? Ко всему прочему. У вас-то ещё особо и не испьёшь. Так. Вот там что-то очень обнадёживающее. Что-то очень обнадёживающее. Неужели кровь? Ага. Ти-и, ё-моё. Если о земле можно было сказать, что она впала в безумие, то это точно описало бы Тёмный Эдем. Сад ужасов, засеянный больным извращением замыслов природы. Я знал, что это Тёмный Эдем, в который Яфторгсе продолжит разрастаться, пока не охватит весь Носкот. Какая-то хрень вообще. Жизнь какая-то. Это чё это такое? Ну, вроде как кровь есть, но... А-а-а. Погодите, мне нужна магия, которая позволит... Которая позволит пить кровь с единичных целей. Вот это, по-моему, позволяет использовать кровь из собственного тела, как оружие. Риск на награду искушает. Согласен. Чёрт. Так. Ага. Хорошо испил. Просто обалденно. О-о-о! Я ещё и траванулся, ко всему прочему. Ещё и траванулся. Обалденно, а. Вот это непрухот. Ну-ка. Магия бурлила и сдвигалась. Я смотрел, как купол энергии расширялся, впитывая и перерождая, поглощая жизнь и оставляя позади лишь искажённую пародию на неё. Я, по-моему, сейчас загнусь. Флэмсуал. 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 Замочил. Что-то здесь есть. Должна быть. О-о-о. Так, надо срочно рубить, и я хочу попробовать вот эту вот магию. Так. Ой. Спайкд мейс. Так, я всё понял. Я всё понял. Надо, короче, брать вот это вот заклинание, которое с густа крови пульнул, выпил, пульнул, выпил. Так. Ох ты, зараза. Нормально, нормально, нормально. Восполнили силы. Фух. Так, вот это заклинание очень хорошее. Очень хорошее заклинание. Прямо, можно сказать, восстановило нас в былую форму. Главное только думать, в кого стрелять. А то, не дай бог, не того засосём. Хе-хе-хе-хе. Так. Сквозь стену я прошёл невредимым. Похоже, магия поражала лишь существа, бывшие живыми и чистыми. Или, возможно, она просто решила, что я уже достаточно испорчен. Ох. Вот тут надо использовать магию... Оглушение. Вот. Тут мы будем использовать оглушение. И если у нас такие противники... Так. Здорово. Здорово. А может, не оглушение всё-таки, а? Ах. Хе-хе. Всего насосался. Ха-ха-ха-ха. смешал обалденно так что-то здесь прям вы гляньте да бэтменом стать можно это такие знаете ли относительно бесполезные способности ну в принципе можем попробовать но видите они просто разлетаются с концами и как бы ничего хорошего в конечном счете из этого не получается ни выпить ни это не закусить ну окей вот причем вы гляньте у него там и синий отлетело что-то и зеленое очень любопытно тик тут мы хрена с 2 пройдем мне кажется мне нужна какая-то способность которая по звуку ничего себе ты бьешь я могу его под контроль взять блин это не огненный меч тут тупик вообще погодите давайте тогда заглянем сюда здесь видимо все таки надо как-то пробираться наверх а вот тут скорее всего есть возможность чего-нибудь до исследовать кстати я могу форме туманно сюда пройти я нет не могу востоке каленым железом сжечь надо но контрол майне контрол майне все напились и хватит майде тоже экономить надо дерьмо случая случается вот уж действительно даже кровушку девать некуда чё я могу пройти здесь ага а нафига мне вообще форма духа вроде как через трещины проходить там все дела а реклама то было в итоге но что-то как-то это ну окей поскакали на четвереньках и если чё вернемся за добавкой пусть лучше уж будет избыток крови чем недостаток барбос барбос это я опять немного не туда меня понесла нелегкая да ладно чё так быстро то все я побежал пить канистру блин а какой облом ну сейчас короче это сейчас мы будем запиваться кровью потому что ну сам видите так ситуация не пойдет вообще вообще жесть какая то я тут есть одна проблема разум особо теперь не поконтролируешь ровушки то не густо да да уда блин я щас тут нафиг няааа давайте-ка мы сюда обратно сейчас мы будем это Запиваться кровью Тактика О, ушел-пришел называется тактика Раз И два Раз И два И снова здравствуйте Сейчас мы Залакаемся В той пещере у меня такое подозрение, что там наверное Все-таки Сохранялка Блин, ну просто два сердца темы потерял Вообще просто так Ну я думаю хватит, давайте глянем Что же у нас там в пещере Открывайте Хренас два Окей, тогда Так, тогда сейчас будем пробовать Перескакать при помощи собаки А Стоять Не надо ничего пробовать Ух ты Ух ты Горю Блин, а где мой огненный меч Офигеть Вот это да Он меня столкнул просто на этот Ха-ха-ха-ха Вот засранец Ну ладно Сейчас надо будет снова запитаться кровушкой А что делать? Вариантов-то не так-то уж и много Так можно легко и сдохнуть Че будем по два? Будем по два пить теперь Иначе сейчас я падаю дальше А там вообще какая-нибудь Жесть начнется Причем Если противник под контролем Я как бы играю со противника Такое чувство, что противники наносят больше урона Чем сам наш главный герой То есть у них атака как-то пожестче Я там значит могу закайно лупить С неба падали из слезы ангелов И плясали вокруг меня в безумном вихре Это типа че это? Хига себе Пошла жара Вдалеке стояла башня С ее вершины исходила воронка энергии Изменявшая земли внизу Слезы ангелов У меня такое чувство, что эта фигня появилась Знаете ли из-за чего? Из-за того, что я Вот эту вот особенность Вернуться и спить Обратно уйти Так сказать, наказывает Игра Только че-то это урона правда не наносят Так Жесть Блин, че-то вообще Начался апокалипсис какой-то Стероид падает Звоните Брюсу Иллису, пусть летит Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Что-то у меня такое чувство, что сейчас какая-нибудь градина мне в табло прилетит, огненная. Или я подорвусь на чем-нибудь. Что-то уже имеет место быть. Очень интересные места, только непонятно, что это все дает. Ну давайте глянем, что у нас здесь. Поверхность замка противоречила внутреннему убранству, ибо изнутри он был куда больше, чем снаружи. С силами подвластными членам круга было бы просто искривить пространство, чтобы вместить это странное строение. Продолжение следует... Поверхность замки. Уже... Уже... Дверь, что у вас есть. Уже... Ужимая. 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 Дверь. Ужимая. куда идем и туда ли идем вообще очень и очень странно так форма туманная помогает здоровье там опять кто-то стонет давай 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 пей 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 что за локация вроде там еще было два прохода куда идем вообще непонятно ну-ка святая святых чародей его лаборатория внутри были мистические предметы всех мастей за спиртованные тела препарированные трупы как людей так и зверей и металлическое сооружение спускающие воздух в дуги энергии я почувствовал что в этом месте манипулировали более чем одной силой странно чародей редко снисходит до того чтобы работать с другими не стонать что-то активирует что-то включая что-то выключающие как интересное тайна ты че здорово а что тогда у нас на улице и это куда ведет вообще о сохранение слава богу ах ты зараза а ой это тварь блин я сейчас сдохну нахер да форма тумана и не паримся опять кряхтят опять все плохо почему я не могу пройти сквозь сети ой еще кровь увеличение здоровья ничего себе как магию бы увеличить бы все-таки не помешало бы по моему они оба загорели кекс укрою у меня столько теперь я могу и припасы выполнять ой 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 вот к этому лететь не надо а почему у меня такое чувство что я как будто уже здесь проходил нет ошибочная немного доживю но все таки другая локация ну че давайте сохранимся а то мало ли что там что у нас ох ты ж ех можно туда можно сюда да вы че сделаете что это что еще за а ну я помню этих ребят да вы издеваетесь что ли что хотите чтобы я тут вообще скакал как этот вау это классно хорошо прям че-то сплошные улучшения в этом замке тут в этом замке я сейчас уже собрал улучшение больше чем за всю игру наверное Отлично появился Просто суперски Ладно, в туманной форме двигаем С ума сойти, сколько здоровья-то Опять ловушки Туманная форма, а что делать? Только почему я не могу мины пройти в туманной форме? Что за бред? Что за бред? Хорошо прошел, вообще просто супер Все собрал, вообще все, что можно было Так Не пойму, а что, во мне уже и это урон наносит? Ну да Трус-то как, а? Тут хоть чем-нибудь заправиться есть? Вот там что-то очень крутое Типа два пути Ну и че это? Как удобно Этот доспех, пропитанный кровью дворян, высасывает кровь из врагов за меня Позволяя мне сосредоточиться на происходящей резне Но это же херня Хотя Доспех плохи, да? Ну давайте посмотрим как Вот сейчас мы тут, я чувствую, насосемся вот с этой Давай, иди сюда Ох ты, зараза Вот это вот вообще круто Сейчас мы тут Напьемся не той кровушке Потом все дружно балдевать будем Ну давай Ну че-то как-то не густо Ядрить твою налево Блин, взял этого, кокнул Вот непруха Взял, запулил Так, вот этих надо валить А этих не трогать Ну давайте попробуем Доспех плоти Он так классно работает Что-то он не то засасывает Кайн, ты че-то не то сосешь А че-то доспех-то не работает Так, ну ладно Сейчас теперь глянем, что у нас здесь Отлично Ой, не к добру Ой, не к добру Ой, не к добру Раунд два, да? Зараза Ах ты Щит в помощь Мне, в принципе, по-моему И не обязательно-то и валить вовсе Недостаточно пройти Заклинание достойно само некроманда Оно позволяет вырвать душу существа Из ее телесного сосуда Этих несчастных ждет лишь забивение Что за Озарная тема такая А че, душу я поглотить не могу, да? Да, по всей видимости, да Да Ну здорово Полный комплект, всего и вся О, сохранение Ну-ка из глянем Ну че-то как-то доспех плоти на самом деле Как-то не особо убеждает Так, высосать кровь Метнуть молнию Повелевать разумом Че у нас? А это что такое? Останавливать время Тормозить? Ну тормозить зачем, если можно сразу высасывать кровь? Как-то странно, но я в общем выбрал такие самые практические заклинания Ааа, не один, но сразу трое Энергист Де Джоули, Друид Бэйн и Алхимик Аникрот Как любезно с их стороны ускорить мои поиски Итак, вот игра за круга Не страшись его, Бэйн Он лишь щенок Мы без труда заберем его душу Не глупи, Малек На помощь Глупцы! Будь ты проклят Алхимик Я зашел так далеко не для того, чтобы моя добыча сбежала Месть Месть за вечность моих страданий Щенок Вот а ты знаешь, что такое вечность Падай нец пред своим истинным хозяином Никогда Я разрублю тебя от паха до глотки А что останется, скормлю твоим же невестам Ум Месть восточных Глупц Ум Месть восточных В то время, как Парадор схватился с Малеком, я бросился в погоню за сбежавшими волшебниками Де Джоэль и Бэйном. Я кружился в их танце. Когда настанет время, они станцуют на острие моего меча. Его магия слаба. Он оскорбление самой природе. Наш долг очистить его. Гори, проклятый вампир. Гори! Так, я, кажется, знаю, что надо делать. Копает, зараза. Блудраннер какой-то! Ё-моё. Жесть. Мне бы не помешало бы, знаете что? Может быть, время остановить? Отлично остановил. Так отлично, что просто пипец. Это чё я вот использую? Это же вроде остановка времени. Да, моя магия затрагивает весьма диконные дисциплины, такие как управление временем. Я способен замедлять время, чтобы сам я мог двигаться быстро, как волк, пока все остальные движутся, будто увязли в грязи. То есть, говно, по-другому говоря. Слоу-мо. Так, ну слоу-мо мне не нужен, а мне нужен... Где там был? Вот, вот этот вот эффект. А чё он? Хааа, на него не действует! Ха-ха-ха-ха-ха. А на него это не действует, прикиньте? Ему вообще плевать на эти все эффекты. Просто с концами. Так, нет, так не пойдёт. Так, короче. Беру-ка я броню хаоса. Огненный меч, понятное дело. Так, это всё у нас не работает, не работает, вообще нифига не работают эти навыки. Только если кровью запитаться, но всё равно это как-то так себе. А что если душу вырывать? Ну-ка попробую-ка я вырвать душу. Так. 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 Ах ты зараза. Блин, да ты задолбал врезаться в меня. Ой, как классно. А чё я так быстро склеился, мне кто-нибудь скажет? Ещё быстрее, чем в прошлый раз. Ха-ха-ха-ха-ха, какой кошмар, а? Чё, неужели доспех крови реально так помогает, когда… А почему я не могу использовать щит, мне кто-нибудь скажет? Просто какой-то неактивный. Блин. Может быть эту замочить? Или браню всё-таки этого взять? Может быть она реально поглощает? Отлично поглощает. Прям так, как надо. Что-то нифига не поглощает. Хранитель, ядритель твое налево. Так. Когда он загнётся-то? Ага. Попробуем так. Ой, тут колдует. Так. Вообще жесть какая-то. Вы чё творите? С ума что ли посходили? Так, тогда есть такой вариант. Ну-ка погоди-ка. Чё, нет что ли? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, ну ладно, с горем пополам. Рогатый венец пострадал в бою, но сила всё равно ещё не покинула его белоснежную оболочку. Плащ был сделан из тонких звеньев, похожего на свинец сплава. Тяжёлого и гибкого, управляемая ей энергия хранилась в этом одеянии. Так. Припёрлись. Валить надо отсюда. Так. Ну чё-то, конечно, доспех... Лучше уж броню хаоса. Потому что всё остальное чё-то как-то прям, ну вообще никак. От слова совсем. О! Малик сдох. Я нашёл шлем Малик, целый и невредимый среди разбросанных остатков его доспеха. Вородор наконец-то упокоил своего старого противника. Итого три хранителя за раз. Ну обалденно. Причём, повелители там стихии, кто чё. А в итоге первый с лопатой носился, копал. И притом, знаете ли, его лопата оказалась сильнее моих сердец. С тьмы там и прочее. Магия вообще на них никак не действует. А вторая чё-то вдалеке стояла, вроде щиты, но против неё молнии очень хорошо себя показали. Пару выстрелов и всё. А вот этот, который бегал прямо какой-то... Танкист. Не танкист, а как он. Как класс противника, там, прикол был. Который называется... Так, шлем Малик я возложил предколонной конфликта. Колонна приняла подношение. Через это она была восстановлена. Это уже начало казаться мне ритуалом. Разве не странно, что нам нужно задабривать наших богов, чтобы они оставались с нами? У подножья колонны Эрегия я возложил плащ де Джоуль. Колонна приняла подношение. Через это она была восстановлена. Рогатвенец друида Бэйна я возложил предколонной природы. Луна приняла подношение, через это она была восстановлена. Ты должен найти границу Азимут в сердце Авернуса. Тебя ждут три орудия, которые помогут тебе в поисках, но сперва ты должен воспарить, и ты должен пасть, и обрести спасение посередине. Так вот, этот носился с лопатой, это прикол был старый, где-то спрашивали, в викторине в игре, как называется класс игрока, который отвлекает на себя вражеский урон, там, т.д. и т.п. и прочее. Там это отвечает, досрочный ответ, наверное, это бортмеханик. Правильный ответ, танк. Но здесь я, походу, не с бортмехаником дрался, но что-то типа этого, вроде это какой-то мощный этот, а в итоге что-то бегает и ямы копает. Обалденно, мощный боец, просто феноменальный. Так, а мне ведь надо еще и кровь восстановить. С ума сойти. Все очень и очень как-то это... Несколько напряжно. Тик. Ну, давай попробую вот это вот. Броня Хеоса. Ее мы спиваем, ну... Броня Плоти как-то, ну... Очень и очень так себе. Вот как-то так. Ну, давайте, думаю, здесь мы закончим и продолжим уже искать следующих родителей в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ОВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Децент. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok